Теперь рассмотрим колею и другие углубления. Мягкий и влажный грунт формируют колею. Некоторые гонщики боятся и стремятся избегать этих длинных канав. Многие получили травмы и вывихи суставов, не сумев пройти по колее. Когда вы узнаете о том, как вести себя в колее, и научитесь на практике преодолевать это препятствие, вас будет преимущество перед другими кончиками с меньшим опытом. Очень важным является глядеть вдаль. Может быть даже самый конец колеи. Вы целитесь туда, куда смотрите. Это поможет вам следовать по направлению колеи. Если же вы смотрите прямо перед собой, то очень вероятно, что колеса выскочат из колеи. Поэтому смотрите вдаль и двигайтесь в этом направлении. Приближаясь на вечные точки, смотрите дальше, на очередную и так далее. Всегда смотрите вперед и рассчитывайте траекторию движения. Вы сумеете выбрать наилучшую. Если колея труднопроходимы, найдите более подходящую. Иногда на поворотах одна сторона колеи становится значительно выше и с набора скорости проезжающими мотоциклами. Вам приходится проходить их круг за кругом. Поэтому оптимальный маневр – вовремя уйти из колеи и перейти на более ровную поверхность. Когда колея становится глубже и одновременно амортизирует подвеска, то есть вы погружаетесь еще глубже, вам придется приподняться, а может быть даже встать на педалях. Если колея становится совсем глубокой, возможно, вам придется убрать ноги с педалей. Вы перемещаетесь вперед по сиденьям, приняв центральное положение, и переносите ноги вперед и чуть вверх. Иногда вы будете отталкиваться ими, чтобы удержать равновесие. Пока вы находитесь в центральном положении, вы можете быстро отвести ноги назад. Если вы допустите ошибку и останетесь на сиденье сзади, при этом ноги будут отведены назад, то можете просто слететь назад с мотоцикла. Глубокое колея следит за направлением движения до самого конца. Когда вы прицепляетесь к колею после прыжка, вы должны попасть в самую ее середину. Подвеска сожмется в момент приземления, поэтому ноги должны находиться на педалях, чтобы не попасть на землю во время удара. Приподняв переднее колесо чуть выше, чем обычно, жмите на газ перед приземлением, чтобы мотоцикл не терял равновесие. Двигаясь вдоль бугра на повороте, они образуются там почти всегда. Перед поворотом сфокусируйтесь в начале препятствия. Попытайтесь войти в поворот под тем же углом. Как мы уже отмечали ранее, торможение передним колесом даст вам возможность удержаться в колее. Выходя из поворота, отпускайте сцепление и жмите на газ, чтобы по инерции плавно выйти на прямой участок. Инерция и плавное движение являются ключом к успеху. Обгон. Что может быть хуже, чем тащиться за медленно идущим впереди гонщиком? Самое главное во время обгона — глядеть вперед за идущего перед вами гонщика. Вы знаете, что собираетесь делать, и знаете, где он, поскольку охватываете картину периферическим зрением. Но сфокусирован, ваш взгляд, должен быть на линии обгона. Что может произойти с гонщиком во время обгона? Можно получить удар колесом, столкнуться, преследующий спритык. Он не видит ничего вокруг, потому что смотрит только на идущего впереди. Не делайте этих ошибок. Всегда смотрите дальше. В этом случае вы будете представлять свою траекторию движения. Иногда обгон может быть трудноуполнимым. В этом случае вы должны выбрать свою траекторию. И на повороте вывернуть раньше. Может быть, даже войти в контакт, чтобы получилось наверняка. Поворот под прямым углом, который мы уже рассматривали, является прекрасным вариантом обгона. Вы должны выходить из поворота круче, чем соперник. На других трассах может быть достаточно места, и появляется несколько возможных направлений. В этом случае достаточно выбрать направление и выполнить маневр чисто. Есть еще один момент. Старайтесь, чтобы при нахождении рядом не испачкались очки. Вы должны по возможности избегать грязи, летящей из-под колес других мотоциклов. Правда, это не всегда удается, поэтому важно вовремя наклонить голову. Если грязь все-таки попала, то снимите пленку. Выполняя обгон, вы, безусловно, должны вести себя агрессивно, но при этом еще и умело. Очень важно, как следует все рассчитать. Продолжение следует...